Ребята, перед началом видеоролика хотел бы вам напомнить то, что вышел новый пакет Кобра, это апрельский пакет, в котором ходят 4 премтанка на выбор, и они все потрясающие, Центурион 5.1 шикарный, Ренегат шикарный, ИСУ-122С на 7 уровне просто шикарнейшая машина, Руди тоже самое, ну то есть прекрасно, еще куча всяких разных плюшек. Для того, чтобы посмотреть этот пакет, можно перейти ко мне на сайт, ссылка будет в описании, и тут внизу опустится, оплата, карта, и все шикарно, поэтому если что, ссылочка в описании, переходите и смотрите. Ребят, всем привет, с вами Inspire99, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами продолжаем говорить про те танки, которые вышли в продажу, и на сегодняшний день это у нас ВК-7501К. Как вы знаете, недавно мы обсуждали КВ-5, если кто не смотрел прошлый видеоролик, то перейдите на канал, и обязательно гляньте. Сегодня мы поговорим с вами про ВК-7501К. Данный танк вышел в продажу с ценой в 1650 рублей, и для многих это очень привлекательный вариант, потому что альфа в 490, и для многих это, ну, вау, типа у кого еще больше может быть, да, мы отбрасываем всякие там фугасных японцев, или там подобных, среди премов, среди, ну, таких вот нормальных обычных танков на обычных снарядах, я прошу это заметить, это самая большая альфа, это самый большой альфа-страйк в 490, это сродни, там, объекта 277, ВЗ-115А и 7. Для многих это привлекательно, вроде бы и броня есть, да, медленно, но зато с альфой и стоит-то 1650, а не какие-то там 2500 за 112, условно говоря. Поэтому сегодня мы подробно с вами разберем. Ну, а внешний вид, не знаю кому как, мне нравится, вот это тот танк, который, можно сказать, вот действительно мастодонт, он большой, он действительно большой. Если Крайслер вроде бы тоже танк с задним расположением башни, то по сравнению с этим он не такой уж прям-таки и большой, честно говоря. Вот это действительно очень огромный танк, он и весит довольно много, и башня у него довольно-таки, ну, немаленьких габаритов. Вот, тем более орудие, так как альфа-490, соответственно, калибр будет большой, ну и пушка сама по себе длинная, как следственно вес и предельная масса сама по себе большая. Ну, а так танк большой, тем более у него-то есть броня и вообще внешний вид тут, ну, не знаю, игроки, наверное, поделятся на два лагеря. Кому-то нравятся там танки с задним расположением башни, кто-то кайфует, допустим, это FV215B, там, допустим, какая-нибудь K91, 2K7501K. Я не могу сказать то, что мне нравятся танки визуально с задним расположением башни, но вообще немецкое танкстроение довольно-таки привлекательное с точки зрения внешнего вида, и этот парень вот сюда точно вписывается. Поэтому по внешнему виду однозначно зачет, тем более там всякие каски, ведерки, большие бачки, там палатки какие-то и остальные, и кожух, тем более на пушке. Но это что касается внешнего вида. Если говорить о статистике, о ней нужно говорить, потому что данный танк не особо популярен среди игроков, и многих-то про него и не знают, да, вот вроде бы Альфа-490, но при этом отыгрывает всего 240 тысяч боев, чтобы вы понимали, насколько это мало, это практически вообще с конца. Меньше играет только на Гусе, на Т-34 Блэк, ВЗ-111 Альпийский Тигр, ФЦМ-50Т, КВ-4 Криславского, потом Крайслер К, ну, это обычный Крайслер. И вот этот ВК-168-02 Мардж Берхер, которого я никогда в жизни не выговорю. Вот и все, то есть это очень редкий танк, но при этом процент побед у него феноменальный, на самом деле, по такому количеству боев. 50-31, чтобы вы понимали, насколько это много, этот танк вводит в топ-10 самых перспективных танков по проценту побед. С наивысшим процентом побед, да, он там 10-9, но все-таки он ниже оставил и Са-6, которого многие любят, и Кэр Нарвона, Экшн-Х, и, не знаю, и Гуся, и Са-5, и там Т-26-5, ну, то есть огромное количество, как бы, это нормально. На нем играет немного, но на нем, как бы, более-менее старается побеждать. За 50% вылезли, это уже хорошо. Что у нас здесь есть? Да, мы говорим, это пушка с Альфа-Ф490, это самое главное. Далее, это снаряд. Снаряд мне этот нравится, основной бронебойный, он с довольно неплохой ценой, 1050, если учесть то, что Альфа-Ф490 и нормальное бронепробитие, даже хорошее для своего уровня, 226, это шикарно. Тем более, такой снаряд не особо медленно летает, 920 метров в секунду, это неплохо, то есть, ну, комфортная ББшка. Вот вопросов нет, сказать то, что он там в землю падает, нет, просто комфортная, хорошая ББшка. Далее идем, это у нас подкалиберный снаряд, он здесь тоже хороший, с хорошим пробитием в 263, с хорошей скоростью 1150, стоит 4800, кто-то скажет дорого, но нет, у нас есть танки с Альфа-Ф320 и такая же цена будет за снаряд. Здесь с Альфа-Ф490 все хорошо, все шикарно, поэтому плюс. Далее идем по комфортности. Я могу что сказать, если говорить в общем о стабилизации, она не идеальна, но если учесть то, какая у нас здесь Альфа, то здесь довольно даже тогда и неплохая стабилизация получается, потому что у машин с Альфой в 390, там в 440, там, не знаю, 360 стабилизация даже иной раз хуже, чем на таком танке с Альфой в 490. Понятное дело, то что если вы спатанно пересядете на этот танк, вам будет плохо, но учесть как для такого тяжа, да, это довольно таки неплохо, здесь стабилизация есть. Время сведения, да, 2,24, понятно то, что долго, поэтому в инструкции, если есть вариант, то я бы советовал ставить, если вы ставите стабилизатор, понятное дело то, что поставить смазку стабилизаторов, если вы ставите, допустим, усиленные приводонаводки, поставить сюда настройка прицела. Это обязательно, с инструкциями лучше покатать. Пускай они там небольшую прибавочку дадут, но иной раз это очень сильно поможет. Точность с моим экипажем, с боевым братством, с вентилем, без доппайка, точность у меня 0,36. Не самая довольно корявая, это не 0,4, как у советских тяжей. Пушка, в принципе, довольно точная, если вот постоять, да, и посводиться, да, вот до конца. Тогда неплохой выстрел может получиться. Но самое главное из всего этого коняк, вроде бы и ДПМ смотришь 2000, но именно КД, 14,63. Многие-то ведь только смотрят на ДПМ и думают, ну ладно, у нас-то ДПМ 2000, подумаешь, там, у ИСа альфа меньше, зато он там перезаряжается быстрее и все такое. Но у него альфа меньше, а здесь больше, и как бы все логично. Логично-то да, но просто многие игроки знают то, что ВК очень долго перезаряжается, и вот этот момент, когда ты отдаешь свою тычку, да, ты стреляешь, и вот эти вот 14-15 секунд тебе приходится просто стоять, и это очень долго. И враги этим могут очень сильно пользоваться, особенно против какого-то Каена, если ты играешь, там, не знаю, там, выстрел от выстрела, ты ему даешь выстрел на 490, и то, если альфа пролетает, да, бывает за 500, бывает и 600, вот, вопрос-то не в этом. Просто, когда ты даешь ему одну, он выезжает, и за вот это время, пока ты кдешься, он тебе даст 3, а то и 4 тычки, ну, если он, конечно, грамотный игрок, соответственно, посчитайте, сколько это будет урона. Поэтому играть, как бы, от выстрела оно и эффективно, потому что альфа, оно, в принципе, и напрашивается, но это нужно делать максимально в безопасной позиции, когда ты уверен, что на тебя вот так вот просто не выкатят, и 2-3 раза по тебе не дадут. Вот, я имею ввиду, это такие танки, типа Т-26Е5, там, Карнарвон Акшен Икс, вот, допустим, с ИСОМ-3, ну, понятное дело, то, что ты выстрелил, и он, как бы, тебе выстрелил. Это да. Также танк очень неплохо смотрится в позиционке, конечно, мы позже поговорим о броне, о ней нужно говорить обязательно. Вот, но, в принципе, орудие довольно комфортно, но от него иногда сильно горит, когда ты долго, очень долго перезаряжаешься и не попал, и потом опять перезаряжаешься и опять не попал. И это очень печально, потому что ты тратишь 30 секунд на 2 выстрела, и ты ни разу не попал. На том же ИСОМ-3 ты сделаешь 3 выстрела, и там вероятность того, что ты попадешь, как бы, ну, потому что выстрелов больше, она чуть повышается. На Е5, на Коронарвон Акшн Х, на Е75 ТС, на Лёве, на других, в принципе, машинах КД гораздо быстрее, и тебе не так будет сильно бомбить от промаха, как именно на вот этом танке. Поэтому здесь с инструкцией обязательно нужно покатать. Вот именно если вы такой нервный игрок и очень болезненно переносите промах, я думаю, любой игрок из нас тоже не очень хорошо переносит то, когда он промахивается, то нервному игроку этот танк точно не подойдет. Далее, это мобильность. В принципе, с орудием мы разбрались, понимаем, какие сильные, какие слабые стороны. Мобильность. Танк не особо шибкий, но при такой массе, которую есть у данного танка, а я напоминаю то, что это 80 тонн, прошу прощения, это немало. Удельная мощность 12-ка был на тонну, и 30-ка вперед, 15-ка назад. Не особо, как бы, и мало. Да, это Н-35, но он и не должен как ИС-3 ездить. Поэтому, в принципе, насчет мобильности я могу сказать то, что это из разряда вот ГУС, типа КВ-5. Ну, КВ-5 еще туда-сюда мобильный, но все равно это такой же вот медленный. ВК-7501К. Вот такие вот все более-менее там какие-то медленные такие тяжи, там ВК-хи, не знаю, Лёва, Т-34. Вот такие вот тяжи, которые на особо в мобильности там цену и славу не сыскали, поэтому они немножко сильны в другом. Далее, обзор 413 метров. Это ординный глаз радиоперехват, тогда у вас вообще 422 получается. Это неплохо для такого тяжа, потому что мы разбирали пример КВ-5, который гораздо больше, у которого маскировка гораздо хуже. И он будет, ну, естественно, светиться сильнее. А этот еще парень иногда что-то может себе подсветить. Понятно то, что тяж, понятно то, что не до обзора, но все равно обзор лишний не будет. В конце боя, когда вы останетесь один, поверьте мне, это очень сильно зароляет. Особенно, когда ПТ-шка откуда-то с кустов будет лупить. За счет того, что у вас есть обзор, за счет того, что вы поедете на тяжи, на ПТ, ну а как делать? Да, ждать, ну будет ничья, смысл. А так, ну, проиграйте, то хотя бы попытались. И зато то, что при обзоре в 380, да, и обзор 420, возможно, это банально, но все-таки стоит сказать, при выстреле ПТ-шка может и не засветиться. А с обзором 420, да, тоже шанс не такой уж прямой огромный, но она может засветиться. Ну и, как следствие, вы можете ее убить, если тем более она допустит осечку. Также на этом танке можно убрать вентиль, можно его убрать и поставить сюда закалку. У вас получится ХП вообще 1760, это неплохо, но при этом КД будет реально 15 секунд. Поэтому, ну и точно станет 0.37 и время сведения 2.3, поэтому тут стоит думать, тут стоит покатать, потому что так 14.63, а так будет 15.03. Ну, то есть полсекунды как бы скостить. Тут, не знаю, я вот катаю лично с вентилем, мне удобнее. Да, ХП, возможно, иной раз вам и понужнее будут, и они пригодятся больше. Но, честно говоря, КД будет очень долго, прям, не знаю, как-то некультурно, если можно так выразиться, долго. Поэтому, честно говоря, вот мне как-то с вентилем. Досылатель, и вот я катаю на усиленных приводах наводки. В свое время я катал, я не знаю, по-моему, я катал на стабилизаторе, или у меня не было стабилизатора, я поставил усиленные приводы. Вот, я покатал что с одним, что с другим. И, честно говоря, могу сказать одно. Даже в случае со стабилизатором, да, у вас круг будет меньше, вам нужно вот стараться как можно до конца сводиться. Кидать свертухи на данном танке, это не про это. Это не ИС-3, да, там, может где-то там реально подкрутки какие-то есть. Здесь просто всегда держи во внимание то, что у тебя будет КД 14.63. Это вот как на, когда ты играешь на 122 тем, там нужно в голове обязательно держать то, что ты даешь тычку, и ты вот эти 15 секунд как-то ты должен жить в какой-то безопасности, чтобы на тебя не выехали и просто так тебя не разобрали, потому что ты вот один раз стрельнул. Далее, нельзя забывать то, что танк с задним расположением башни, а это следствие, да, того, то, что у нас наверняка будут какие-то проблемы с Уэнами. И здесь тоже самое, пушка на 5 градусов не сопускается, но, признаться честно, единственное, что мне нравится на таких подобных машинах, то, что она опускается везде кругом. Потому что бывает, как на Паттоне на 10, а потом, ну, там, или 9, 8, я точно не помню, сколько у Паттона, по-моему, 9, а потом ты назад едешь, а там пушка вообще не опускается, и в этом проблема. Здесь она в круговом, вот, по кругу абсолютно опускается везде на 5 градусов, и это удобно. Ну, как удобно, как бы, ты просто привыкаешь к тому, что тебе не нужно именно бортом высоваться или еще что-то, но вот 5 градусов. Да, заднее расположение башни, град Уэнов и такой себе, где-то нужно будет и задок поднимать, где-то и бортом чуть башку высовывать. Ну, это, соответственно, уже, это нужно индивидуально каждый случай разбирать. Именно броня, да, что у нас теперь? Понятно, что дело в том, что нижний бронелист на раз-два пробивается, 193, ну, как на раз-два, да, в принципе, если чуть довернуть, да и даже под прямым углом, семеркам, каким-то шестеркам будет тяжеловато пробить. Верхний бронелист довольно неплохой, там 260 мм, в принципе, 260-270, как бы даже на голде, по сути, тянчат многие ТТ, СТ своего уровня. Понятное дело в том, что если какой-то Скорпион, условно говоря, СУ-130ПМ, там СТРВ, УДС, Канан-ДСАУ-105, Канан-Дзяг-Панзер-105 или какие-то другие ПТ-шки, танки с высоким пробитием, типа Льва Т-34, понятное дело в том, что могут сюда пробивать. Ну вот, ну а зачастую танк очень неплохо вытанковывает, особенно если чуть довернуть, то верхний бронелист прям неплохо. Но в него и не стреляет. Ну вот, понятное дело в том, что эта кумбашинка слабая, там 160-130 мм, если по ней попадает, то как, ну, чаще всего и пробивает. Поэтому с ней, конечно, тяжело, ее как-то не спрячешь, если кроме одной стороной воевать. Что касается щек, то на основных снарядах зачастую восьмерки не пробивает. То есть там 250-240, да, есть там где-то такие слабенькие немножко места, но зачастую как бы на основных снарядах нет. Когда голду заряжают, понятное дело, то, что как у Мауса, да, на основных еще он танкует, заряжая голду, понятное дело, то, что она пробивает. Ну, какая восьмерка может спокойно вытанковывать голду в лоб, кроме, там, не знаю, Льваты, 3-4, там, ну, их немного, короче. Вот, что, кстати, с танкованием ромбом можно, но, опять-таки, у нас нужно помнить то, что башня как бы круговая, и мы немножко подставляем вот этот вот свой кружок, который можно туда попытаться провить. Так-то бортом можно неплохо вытанковывать, потому что у него вот сам по себе борт 100 мм, это очень толстый, очень неплохой такой, но вот эта вот зона, она дает 250 в некоторых моментах чуть меньше, и поэтому туда можно пробивать, но это против знающих игроков. А так, если доворачивать нормальный угол, то даже туда сложно выцелить. Поэтому, в принципе, по танкованию данный танк довольно-таки неплох. Но, опять-таки, надеяться сильно не стоит, тем более он хорош, когда он стоит лбом. Как только к вам заезжает с борту, то это проблема, а танк поворачивается нехотя 24 градуса в секунду. Поэтому, весь сказ и итог мой такой, то, что за эти деньги это действительно хороший танк. Ты выходишь в бою, ты даешь там, не знаю, 4-3 тычки, у тебя полторы там-две тысячи урона, и ты вышел и такой, опа, 80 тысяч, там 70 тысяч нафармил. Подключил резервы и того больше. Вот. Бывают, конечно, бои, когда ты там что-то 3 тысячи дашь, но это должны быть долгие бои. Вот. У меня этот танк есть, не могу сказать, то, что я прям на нем там очень много боев откатал, там какие-то невменяемые сессии. Но у меня 38 боев, тем более. Признаться честно, то, что процент побед 58. У меня 3660 урона, это максимум, что я смог набить. Понимаете? Поэтому, в основном, в основном, вот идти на огромный урон на этом танке можно, но это бой будет один какой-то из 100, где вы там набьете там 5-7 тысяч урона, возможно. Зачастую, зачастую будут вот бои, если вы, типа, игрок такой, как я, зеленый-бирюза, да, вот такой вот у вас уровень, то вы будете где-то от 1,5-3 тысяч урона вот в этом диапазоне играть. Вот, в принципе, это такой танк, вот, стабильно, на нем выходишь и даешь. Да, бывает, конечно, проблема, то, что не попадает, там, неудобно играть, допустим, в том же Вестфилде и прочее-прочее, от арты проблемы. Но, вот, честно, танк работяга. Вот это Т-34, Лев, и вот это тоже можно занести, но он со своей изюминкой. У танка есть изюминка. Вот если на КВ-5 я не знаю, какая, да, может, напишите в комментарии, если вы знаете, там, ДПМ, возможно, то здесь вот альфа, и мы целый стрим на нем проводили, у меня там получалось, по-моему, 2-100 дел от среднего, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, танк, на котором можно и пофармить, и в некоторых моментах понагибать, и особенно забавно, когда ты попадаешь к шестеркам и на 560, как выпишешь, или, ну, забавно вообще сражаться с тяжами, типа, не знаю, ИСа какого-нибудь условно. Да, с многим, даже с ИСом-3, этим ты как бы чувствуешь себя так, знаете, если ты спрячешь нижний брейн-лист, ну, более-менее. Поэтому, ну, не знаю, покупать или нет, если вы собрали, что что-то покупать, либо КВ-5, либо этого, то я бы советовал однозначно ВК-ху. Статистико соврать не дает, на нем гораздо выше процент побед, пускай играет меньше, но все-таки игроки побеждают. Вот такой вот он ВК-75-01К. Как-то так, ребят. Мне данный танк, не могу сказать то, что я прям вау, как от него офигел, он мне очень сильно понравился, но он у меня стоит, изредка бываю ВК-тую на нем, но такой, если у вас мало премов, просто у меня прем танков, я не знаю, штук 70-80, поэтому, ну, как бы хватает разных. Ну, а если у вас нету, то это неплохой танк. За такие деньги, которые есть, он справляется со своей основной целью, а именно фарма, ну и более-менее комфортной игры. Лично я считаю так. Поэтому всем, ребят, большое спасибо. Покупателей нет, тут вы смотрите сами, потому что каждый сам Неверно смотрит. Ну и все. Подписываемся на канал, обязательно приходим на стримы, ставим лайки и пишем свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.